Двойняшки Наташа и Даша теперь не так часто играют дома вместе. Наташа с радостью ходит в детский сад, а вот сестру в группу сверстников пока не берут. В три года девочка едва отличается от младенца, только учится переворачиваться и управлять своим телом. Не сразу было понятно, что есть проблемы у детей. Врачи ставили очень хорошие прогнозы, но когда спустя две недели нам сделали первое УЗИ головного мозга, они сами были поражены тем, что обнаружили. У Наташи была гипоксия второй степени, у Даши тяжелая третья степень. Но Наташе удалось догнать сверстников, а у Даши диагностировали сразу два сильно тормозящих развития заболевания – эпилепсию и ДЦП. Теперь вместо коробок с игрушками дома склад с лекарствами. У Даши много препаратов, это как противоэпилептические, так и разные добавки для веса, для печени и для других органов и для кишечника. Это жизненно необходимые препараты, которые приходится все время приобретать. Но и они помогают не всегда. За три года у Даши четыре раза менялись виды эпилептических приступов. Каждый раз приходилось заново подбирать терапию. Ремиссии добиться не удается и сегодня. Ежедневно у Даши случается до шести приступов. У нее были инфантильные спазмы. Она складывалась громко, ревела, там даже взрослые пугались. И таких складываний было по 50-100 за одну серию. А серий было до 8 раз в сутки. И она страдала от этого очень сильно, ей было больно. Каждый раз после сильных эпилептических приступов или болезней Даша теряет с трудом наработанные навыки. Восстанавливают их всей семьей. Дома есть виброплатформа и ИПО-тренажер для занятий. После вот этих сдрагиваний сильных у нее пошел регресс очень сильный. То есть было время, когда она просто лежала как тряпочка. Не шевелила ни руками, ни ногами, ничем. Просто вот так вот глазами свободила в разные стороны. Так мы узнавали, что вообще живая. Сейчас Даши подобрали противоэпилептическую терапию. Девочка снова начинает осваивать двигательные навыки. Вместе с дефектологами Даша уже научилась держать голову, произносить звуки, пробует ползать. Для успеха необходимы регулярные занятия. Если с ребенком не заниматься, Даша снова ляжет в горизонтальное положение. Ее развитие остановится. Но это то же самое, не знаю, что взять нас с вами. Вот мы с вами перестанем заниматься каким-то видом деятельности, наш навык утратится. Посещать дефектологов часто семья Даши не может. Это дорого. Но проводить занятия можно и дома. Для этого Даши необходим реабилитационный костюм для детей с ДЦП. Также девочка нуждается в специализированном оборудовании для купания. На приобретение необходимо 179 тысяч рублей. Перевести средства на помощь Даши можно, сканируя QR-код, который вы сейчас видите на экране, или открыв сайт проекта www.helpdifuschildren.net. Вместе помогать легче. Сегодня именно ты нужен, Даша Лысак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...